Всем привет! Недавно прогуливаюсь в центре города, не смог не обратить внимание на очень интересный дом. Называют его Мергасовский. Кстати, всем рекомендую гулять в нашем городе, у нас столько хороших мест. Погода прекрасная, падает снег, самое главное, одевайтесь теплее. Мергасовский дом, построенный по проекту архитектора Дмитрия Федорова в 30-е годы 20-го века. Это один из четырех ярких образцов эпохи конструктивизма. Внутри дом очень хорошо выглядит. Конечно, осыпается побелка и облупляется краска, но разве в вашем подъезде не так же? Лично в моем подъезде все то же самое. Мергасовский дом больше известен казанцам как страшный зеленый дом около парка Черного озера. Привлеченные эстетикой разрушения, горожане частенько устраивают здесь трешевые фотосессии, в том числе и свадебные. Однако мало кто знает историю этого интересного здания, яркого образца конструктивизма в архитектуре. Мергасовский дом находится на пересечении двух улиц Ковин-Нажми и улицы Держинского. Мергасовский дом известен тем, что здесь жили известные писатели Ковин-Нажми, Абдулла Алиш и другие. На фасаде установлены таблички, чтобы люди знали, что именно в этом жилом здании жили такие именитые писатели. Название дом получил от улицы Мергасовской. Сейчас она называется Ковин-Нажми. У нас, конечно, в нашем городе, ну и вообще в других городах, любят иногда менять название улиц. Также я обратил внимание, что на решетках, на окнах, которые установлены, почему-то написано слово «салва». С чем это связано, я так и не нашел информацию в интернете. У здания есть много видимых трещин, которые переводят данное жилое здание в статус «аварийное». Причем вопрос о судьбе здания стоит уже много лет. Впервые о необходимости расселения жильцов из этого дома заговорили лет 20 назад. В чем же проблема? Давайте постараемся разобраться. Основное здание состоит из двух строений. Первое, оно находится по улице Ковин-Нажми. Второе, находится по улице Держинского. В первом случае признанный аварийный объект попадает под действие Федерального закона об охране памятников и после расселения жильцов. Оно подлежит не сносу, а реставрации. Во втором, дом, как аварийный, подлежит сносу. И первое, что нужно сделать, по мнению специалиста, разделить проблему расселения с проблемой сноса с учетом требований Федерального закона. Дом, построенный в 20-30-е годы прошлого века, да ему скоро уже будет 100 лет, по моему мнению, он даже очень хорошо сохранился. Проблема вся в том, что в нашем городе люди из администрации не стараются что-то сохранить. Люди, проживающие в данном доме, вносят определенные платежи коммунальные, соответственно, управляющая компания должна правильно использовать данные средства и вообще, в принципе, перевести дом в порядок, потому что это дом архитектурно значимый. По моему мнению, дом не стоит реставрировать, его просто достаточно капитально отремонтировать, потому что есть наглядный пример тому, как реставрация убивает архитектуру и культурное значение объектов. Например, на Бауна люди помнят, что была гостиница в Казани, ну, в принципе, она сейчас тоже там стоит, но от той гостиницы, которая там находилась, уже ничего не осталось, потому что все полностью снесли и заново построили современное здание. Хотел рассказать вам о том, что 30 октября вот этот дом, который заходится сзади меня, который называется Миргасский дом, жителями должен был быть отключен от всех коммуникаций, от теплоснабжения, от энергоснабжения, водоснабжения. И жителям сообщили о том, что должны они быть переселены за пределы центра города, при этом, что жилье предоставляется в новом строящемся комплексе Словат-Купере, который находится в Залесном. Собственники этих квартир, примерно, по данным Идель Пресс, 108 и 130 квадратных метров квартиры, высокие потолки, отличительная архитектура данного здания. Хотел сказать, что им, согласно сведениям Идель Пресса, предлагают за квадратный метр всего лишь 11 тысяч рублей. Также я в кадре покажу, сколько примерно стоит 10 квадратный метр. Здание совсем находится неподалеку, оно в сторону Кремля, новый строящийся комплекс. Примерно квадрат стоит 125 тысяч рублей. И людям предлагают здесь всего лишь за их же квадрат 11 тысяч рублей компенсацию, при этом вообще несопоставимая разница. Дальше стараюсь осветить эту новость, потому что, мне кажется, она очень актуальна, и я надеюсь, что жители никуда не расселят. В принципе, они должны бороться за свою собственность. Кстати, вот именно здесь будет расположен новый строящийся комплекс. Стоит здесь квартира, начиная от 5 миллионов, примерно это, наверное, 125 тысяч рублей за квадрат. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!